Вести Карачаева, Черкесия В правительстве Карачаева прошло заседание Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, на котором обсудили подготовку к предстоящей летней кампании, комментирует министр образования и науки Республики Инна Кравченко. С 15 мая на сайтах всех образовательных организаций должны появиться актуальные информационные блоги по горячим линиям, раз, в каждой образовательной организации в управлениях образования, а также все загородные лагеря размещают эту информацию. И информационный блог о том, где можно приобрести путевки, какая категория граждан может пользоваться бесплатными путевками и какая категория граждан подпадает под платные путевки. Порядка 12 500 детей Карача-Черкесии будут охвачены различными видами летнего оздоровительного отдыха в текущем году. В частности, в загородных лагерях планируется охватить отдыхом около 4 тысяч детей, а в пришкольных – более 6 тысяч. С малозатратными формами отдыха более 2,5 тысяч детей, 70% из которых должны быть дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети участников специальной военной операции и прибывших из новых регионов России. В течение лета планируется организовать по 3-4 потока по 14 и 21 день, в том числе профильные смены для детей, находящихся на разных видах профилактического учета, профильные смены для активистов российского движения детей и молодежи, смены для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также смены для активистов движения ЮНАРМИИ и ЮИД и другие. Министр образования и науки Республики Инна Кравченко ознакомилась с ходом строительства одного из крупнейших образовательных организаций в регионе – школы на 960 ученических мест в Учкикене. Вместе с первым заместителем главы администрации Малакарачаевского района Исмаилом Семеновым они осмотрели строящиеся здания, которые уже готовы более чем на 80%. На сегодняшний день полностью завершены работы по возведению монолитного каркаса здания. Завершен монтаж кровли блоков В и В, а в настоящее время активно ведутся работы по монтажу вентилируемого фасада здания, возведению гипсокартонных перегородок, а также монтажу системы вентиляции, электроснабжения и отопления и отделочные работы. В блоке А начатой работы по монтажу кровли и зенитного фонаря установлена блочно-модульная котельная, от которой проложены сети теплоснабжения, как в новое здание, так и старый корпус школы. В Карачаевске продолжается строительство масштабного ледового дворца, готовность которого на сегодняшний день составляет 58%. Уже полностью собран каркас сооружения, завершен монтаж самого ледового поля. Сейчас здесь ведутся работы по возведению стен и перегородок, а в процессе также установка холодильного оборудования. На выходе это будет двухэтажное здание общей площадью более 4000 квадратных метров, ледовый каток размером 60 на 30 метров, залы для хореографии, силовых тренировок и 180 зрительских трибун. Пропускная способность для массового катания ледового катка составит 230 человек, а для тренировочного процесса – 50. Больше десятка гидрологических постов задействованы в Карачаевске для контроля паводков. По данным Главного управления МЧС Республики, наиболее паводкоопасные периоды в регионе прогнозируются на лето. Из двух паводкоопасных периодов – весеннего, который приходится на март, май и летнего, июнь – август, наиболее опасными являются летний паводок, обусловленный интенсивным таянием ледников с наложением выпадения обильных осадков. Для контроля за гидрологической обстановкой на территории Карачаевской кейси, в частности, задействовано 13 гидрологических постов Росгидромета. 1 июля прошлого года вступил в силу федеральный закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а с 1 сентября – новые правила об аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. И теперь в России формируется единый реестр экскурсоводов, попасть в который могут только аттестованные специалисты, а остальные без соответствующего документа с 1 июля текущего года уже не смогут работать в этой сфере. По замыслу законодателя, аттестация позволит повысить качество услуги и очистить рынок от нелегалов. Информацию комментирует начальник отдела развития туристско-рекреационного комплекса и курорта в Министерстве туризма и курорта в Республике Алибек-Хубьев. Следует отметить, что соискатели, имеющие уже стаж более трех лет, они могут допускаться к выполнению практического задания без прохождения тестирования. Новые правила также ограничивают возможность иностранцам работать гидами. Эти требования направлены на формирование у гостей правильного, достоверного представления о нашем регионе, о его культурных и исторических особенностях. В рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды на территории Карача-Чекесии в текущем году запланировано благоустройство 66 территорий, 10 из которых общественные и 56 дворовые. В частности, ожидается масштабное обновление дворовых пространств. Так, больше всего дворов модернизируют в Черкесске, 25 территорий. Будет также благоустроено три парка, пять скверов, одна аллея и одна каскадная лестница на спуске в парк культуры и отдыха Зеленого острова, которые относятся к типу общественных пространств. Работы затронут 14 муниципальных образований республики. В прошлом году в регионе было облагорожено 63 территории, в том числе 13 общественных и 50 дворовых. В рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году на территории Карача-Чекесии будет построено и капитально отремонтировано 20 объектов здравоохранения. Так, в частности, будет построено 16 новых объектов здравоохранения – это врачебные амбулатории в Орджоникидзевском и Зиюка, Карачаевского и Хабесского районов, ФАПы в Урупе, Садовом, Киево-Жураке, Курджиново, Хорзуке, Фроловском, Пригородном, Ильичевском и Пристани. А фельдшерские пункты появятся в Новой Тиберде, Нижнеморе, Грушке, Тапанте и Курджиново. В рамках регионального проекта будет проведен капитальный ремонт и четырех объектов здравоохранения – Абазинской центральной районной поликлиники в ауле Инжичукун, врачебные амбулатории в Кошхабле, отделение Узжигутинской центральной районной больницы в селе Важном и ее же отделение в ауле Джигута. Завершение всех работ по строительству и капитальному ремонту объектов здравоохранения будут завершены до конца текущего года. В рамках НАЦ-проекта «Безопасные качественные дороги» на автомобильной трассе межмуниципального значения Узжигута ТРЗ продолжается реконструкция моста через реку Джигута. В планах у дорожника ввести обновленный мост в эксплуатацию к концу осени этого года. Подробности у главного инженера управления карачащики СК «Автодор» Муаяда Хутова. У нас здесь строительство данного моста идет по новому направлению. Мы уходим от 90-градусного поворота, который сейчас находится на данном месте. Также у нас здесь очаговаренности. За счет того, что мы спрямляем напрямую движение, у нас будет более ровная дорога и мы уйдем от этих ДТП. До конца 2023 года будет объект введен в эксплуатацию полностью и движение мы пустим ориентировочно к концу осени по новому мосту. На майских выходных 45% гостей республики отдыхали на курортах карачащики СК впервые. Так, аналитики Геоэффект МТС проанализировали туристический поток в период с 29 апреля по 10 мая этого года, сравнив данные с аналогичным периодом прошлого года. По итогам исследования, около 54% туристов выбирают для отдыха курорты карачащики СК повторно. Из них около 62% посещают республику во второй раз, 17% в третий раз, а около 10% посетивших республику туристов отдыхали на курортах региона более шести раз. Примерно 45% туристов побывали на курортах карачащики СК впервые. Наибольший спрос на отдых в республике был зафиксирован среди туристов из Ставрополя. В топ-5 регионов по числу отдыхающих на майских праздниках вошли также гости из Москвы и Московской области, Краснодарского и Ростовского краев, а также Санкт-Петербурга. В среднем туристы отдыхали в республике 2-3 дня и, как правило, посещали сразу несколько курортов. В Черкесске сотрудниками полиции пресечена попытка передачи в СИЗО сильнодействующих веществ. В комнате приема передачи посылок в СИЗО задержали 33-летнего жителя республиканской столицы. Молодой человек пытался передать содержащемуся под стражей 36-летнему мужчине шесть одноразовых пакетиков кофе, в которых, согласно справке экспертно-криминалистического центра МВД по Карачаичу Кейси, находилось несколько граммов пригабалина. Он внесен в список сильнодействующих в отношении подозреваемого в возбужденном уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Верховный суд Карачаича Кейси рассмотрит уголовное дело в отношении семерых заключенных в СИЗО Черкеска, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в следственном изоляторе в феврале прошлого года. Подробности у Елены Дармаграевой, старшего помощника прокурора Карачаича Кейси по взаимодействию со СМИ и общественностью. Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи заключенных, содержащихся в следственном изоляторе. Они обвиняются по статье 210 прим. Уголовного кодекса РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и по статье 212 Уголовного кодекса РФ «Массовые беспорядки». По версии следствия, один из обвиняемых, занимающий лидирующее положение в преступной иерархии, в период с 17 февраля по 5 марта 2022 года организовал массовые беспорядки в следственном изоляторе, дав сигнал к их началу. Поддерживая его указания, соучастники преступления, игнорируя правила внутреннего распорядка следственного изолятора, стали оказывать неповиновение сотрудникам учреждения, сопровождая свои действия погромами и поджогами имущества. Вследствие чего был дестабилизирован порядок содержания под стражей и отбывания наказания, создана угроза жизни и здоровья значительного числа людей, уничтожено и повреждено имущество учреждения на сумму около 500 тысяч рублей. Их противоправные действия были пресечены сотрудниками администрации следственного изолятора. После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Верховный суд Карачаева Черкесской Республики для рассмотрения по существу. Сотрудники оригинального МВД установили подозреваемую в 19 фактах мошенничества. Следственными отделами ОМВД по Усть-Джигутинскому и Малокорчавскому районам возбуждены 19 уголовных дел в отношении 30-летней жительницы Усть-Джигуты, работника одного из образовательных учреждений. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренных статьей мошенничества. Установлено, что фигурантка вводила в заблуждение жителей республики, обещая помощь в оформлении различных социальных выплат. За свои услуги она получала от доверчивых граждан от 10 до 25 тысяч рублей и не исполняла взятые на себя обязательства. Впрочем, как выяснилось, она и не имела такой возможности. Таким образом, злоумышленница обманула 13 жителей Малокорчавского района и 6 жителей Усть-Джигутинского муниципального образования. Все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку в соответствии с требованиями безопасности. Как это сделать при установке газобаллонного оборудования, какая ответственность предусмотрена за нарушение и какую выгоду получает автовладелец, разъяснил заместитель начальника отдела надзора управления ГИБДД МВД Пократчайчий Кейси подполковник полиции Шамиль Бажев. Для того, чтобы оформить газобаллонное оборудование на транспортное средство, необходимо обратиться в испытательную лабораторию, которая даст заключение возможности установки того или иного оборудования на транспортное средство. После получения данного заключения необходимо обратиться в ГИБДД для получения разрешения на саму установку. После получения разрешения на установку, человек устанавливает газобаллонное оборудование. После получения данного документа необходимо обратиться в регистрационное и экзаменационное подразделение и внести уже в регистрационные документы транспортного средства отметку о том, что установлено законом порядки то или иное изменение. В первую очередь соблюдать все требования, которые необходимы для регистрации и обязательно зарегистрировать, это уже является страховкой для самого владельца, что он прошел все экспертизы, прошел все лаборатории и безопасно установил на свое транспортное средство газобаллонное оборудование. В случае неоформления соответствующим образом изменения в конструкцию транспортного средства предусмотрена ответственность административная в размере штрафа 500 рублей. Жители республики могут проголосовать за благоустройство общественных территорий в пяти населенных пунктах региона. С 15 апреля по 31 мая жители Карача-Черкесии в возрасте от 14 лет могут принять участие во всенародном голосовании за благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут преображены в следующем году. В этом году принять участие в развитии родного города или поселка могут жители пяти населенных пунктов республики. Так, в Черкесске будут выбирать между Покровским парком и возможностью благоустроить новую аллею на улице Красноармейской. Во втором по величине городе Усть-Джигуте при активном участии горожан может быть благоустроен скверопобеды, а в микрорайоне Московском – аллея вблизи местного пруда. Карачаевск претендует на благоустроство двух аллей в центре города, а живописная Тиберда может получить субсидию на благоустроство общественной территории на улице Кирова или Домбайской. Проголосовать могут все желающие. На базе Карачаевского государственного университета имени Умара Алиева прошла международная научно-практическая конференция «Клычевские чтения», которая в этом году привлекла ученых, исследователей и педагогов из Москвы, Дагестана, Адыгеи, Карачаев-Чикесии, Абхазии, Грузии и Турции. Мероприятие проводится с 1972 года, начав свою работу как семинар учителей родных языков и на сегодняшний день подняв свой статус до международной конференции. Ключевые доклады конференции были посвящены основам концептуализации физического состояния человека, стратегии государственной национальной политики оригинального уровня на примере Карачаев-Чикесии, вопросам взаимодействия и взаимообогащения языков, истории становления и развития лингвистического базиноведения, а также основным способом выявления родства древнего хатского и современных абхазо-адыхских языков с состоянием и перспективом зарождающегося адыгского языкознания в Турции. С 16 по 19 мая в Архызе пройдет слет добровольцев Северокавказского федерального округа. Площадка соберет лучших представителей добровольчества. Основной задачей мероприятия является развитие добровольчества в сфере чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательных работ. Участникам предстоит пройти тренинги и практические занятия по оказанию первой доврачебной помощи и работе в кризисных ситуациях. Главная цель слета – создание площадки для добровольцев, которые смогут обмениваться опытом и лучшими практиками, а также поддерживать связь между регионами Северокавказского федерального округа. Ну и в завершении информационного выпуска новости спорта. Кикбоксеры Черкеска стали бронзовыми призерами первенства России. Воспитанники спортивной школы номер 6 города Никита Мерковь и Ислам Каракетов стали победителями первенства России по кикбоксингу в Кемерово. В соревнованиях участвовали более тысячи спортсменов из 63 регионов страны в возрасте от 7 до 18 лет, прошедших строгий отбор. При такой высокой конкуренции Меркулов стал бронзовым призером среди юниора в весовой категории до 60 килограммов, а Каракета в весовой категории 81 килограмм среди старших юношей. Кроме того, серебряной призеркой состязаний стала Ангелина Щербакова. В Туле прошло первенство России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, в котором приняли участие 550 спортсменов из 58 регионов страны. Спортсмен из Карача-Чекеси Денислам Хубиев завоевал бронзовую медаль в состязании в весовой категории до 57 килограммов. Наш спортсмен провел шесть поединков, в пяти из которых одержал победу. В пятерке сильнейших в весе до 75 килограммов также Али Шевхужев. На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин